Приветствую вас. Смотрю, такая небольшая полемика, дискуссия получилась вокруг вашего вопроса. Хорошо только, что эксперты спорить с друг другом не стали, кто из них прав. Смотрю так, что вы поставили одному эксперту дизлайк, тоже довольно-таки печально это видеть, потому что человек все-таки старался, да, по-своему, да, конечно, своеобразно, но все же старался. Тем не менее, ваше право это сделать. Жалко только, что вы испытали негативные эмоции там, где вы их тут точно испытывать вы не должны. И здесь, конечно, хочется перед вами извиниться. Дальше. То, что касается вашего вопроса, значит, как отпустить человека, если любовь жива, мы узнаем, что ничего с ним уже не получится. Понимаете, ну, я вот думаю сейчас, с чего лучше начать свой ответ, и думаю, что начну я его пожаловать. С того, как все-таки отпустить человека, если любовь еще жива, но вы знаете, что с ним ничего не получится. Что есть любовь? Пожалуйста, начнем мы с этого. Вот что есть для вас любовь? Любовь, ведь это когда хочешь сделать человека счастливым, безусловно. Любовь, это когда не важно, где человек, не важно, с кем человек, не важно, как человек относится, например, даже хотя бы к вам, не важно, как человек себя ведет, да хотя бы даже по отношению к вам. Важно, что вы человеку любите и что вы хотите быть с ним. Или, если не можете с ним быть, то просто любите и просто желаете ему всего лишь только самого лучшего. Так вот, я это все к чему говорю на самом деле. Потому что, когда все-таки один из главных, одним из самых важных показателей любви, есть возможность и готовность отпустить человека. Потому что любовь, это значит сделать стремление делать человека счастливым. Любовь, это стремление делать человека, ну, делать жизнь человека более яркой, более насыщенной, более радостной и так далее. И если вы чувствуете, что человеку без вас лучше, если вы чувствуете, что человек тяготится нахождением с вам, а это, на мой взгляд, именно сейчас и происходит. Потому что, ну, в противном случае, я думаю, вы бы не стали спрашивать, как опустить человека. И не важно, кто тяготится отношениями в данном случае больше вы или он. Важно, что вы осознались, что ваши отношения ведут в никуда. Так вот, если вы это чувствуете, то значит настала пора человека опустить. Настала пора понять, что человеку без вас будет лучше. Но вы этого сделать не смогли. Значит, у вас есть не только любовь. Еще раз. Любовь, это свободное волеизъявление двух независимых людей, двух независимых личностей по произвольному апостолу. Точнее, свободному желанию делать друг друга счастливыми. Если вы чувствуете, что человека отпустить не можете, значит вас что-то удерживает. Хорошо. Если вас что-то удерживает, то зададим себе вопрос. А что же вас тогда удерживает, ну, рядом с ним? Что вас удерживает с этим человеком? Вот, давайте попробуем ответить себе на этот, на мой взгляд, очень важный вопрос. И если на него отвечать, на этот вопрос, то, наверное, ответ будет, ну, таким, не таким уж и сложным. Удерживает вас то, что вы хотите сами для себя. То есть удерживает вас ваше желание. А теперь давайте подумаем. Откуда берутся, откуда могут взяться эти желания? Из ожиданий. Из принятия на веру, из принятия на веру в то, что обещал вам этот человек. И, соответственно, обещание человек не выполнил. И вы, соответственно, из-за этого испытываете негатив. То есть человек обещание не выполнил, он меня обманул, как так и так далее. Поэтому забываете одну такую вещь и забываете совершенно естественно, что человек, может быть, сам-то верил в то, что он может, может выполнить все те обещания, которые он дал. Он верил и, может быть, продолжает верить в то, что эти обещания могли быть исполнены. Тем более за счетом его национальности. Но, если человек верит в то, что может исполнить свои обещания, то это, к сожалению, еще не означает, что он действительно может это сделать. И вы сами в этом могли убедиться. Убедиться вы сами в этом могли достаточно легко, на мой взгляд. Это значит, что человек обещал вам того, что вы хотели сами для себя. Причем важно понимать, что мы здесь не знаем, что он вам обещал. Было бы неплохо, но это узнать. Потому что ваши желания, которые были связаны с этими обещаниями, именно они и удерживают вас вместе с ним, и не позволяют его отпустить. Именно надежда на получение того, что вам обещали, и на получение того, на что вы уже начали рассчитывать, именно надежда на это и мешает вам, условно говоря, отпустить человека. И видите ли, напрашивается такая мысль. Так что же, чтобы человека отпустить, мне нужно подавить свои желания? На самом деле, подавить желания не нужно, именно подавливать желания не нужно. Нужно учиться правильно их удовлетворять. Нужно учиться верно удовлетворять свои желания, и нужно учиться удовлетворять их напрямую, не через других людей. И поэтому, когда, если вам что-то обещают, нужно про себя думать. Хорошо, обещают, пусть обещают, это их право, право людей обещать. Но, но, выполнить человек обещание хорошо, не выполнить человек обещание, ну и ладно, не очень и хотелось. То есть, зависеть от обещаний людей не стоит, потому что это чревато. Это чревато определенными последствиями для вас. Какими, я полагаю, вы уже убедились воочию. Это последствия теперь проявляются в том, что вы не можете отпустить человека. Итак, что нужно вам сделать сейчас? Есть любовь. Это, безусловно, стремление сделать человека счастливым. Мы уже это сказали. А есть собственные желания. И это, как мы тоже уже сказали, ваша субъективная сторона. И эту субъективную сторону нужно оставить там, где она должна быть. На том уровне, на каком она должна быть. На уровне субъекта. То есть, на вашем уровне. То есть, если вы чувствуете, что сами чего-то хотите, я имею в виду сейчас в смысловом контексте. То есть, например, вам человек обещал там, ну я не знаю, лучшие условия жизни, например. Вам человек обещал там, скажем, семью. Да? И вы на это надеялись. Надеялись на улучшение своих условий жилищных. Надеялись на семью. Ну это так, знаете, просто качественный пример. Естественно, человек может обещал вам что-то другое. Мы не знаем. Так вот. Вы задаете себе вопрос. А зачем мне семья? Если она мне во сна, то почему? Чем она мне так важна? Семья я имею в виду. И чем важны мне так, лучшие условия моей жизни. А не могу ли я получить сама того, что мне по идее должна дать семья? Именно вот то, что мне должна дать семья. Не семью получить сама, нет. А именно то, что она по моему мнению даст нам, мне даст. А не могу ли я сама улучшить свои жилищные условия? Чтобы не зависеть в этом плане от мужчины. И вот это для вас является первоочередной задачей. Сможете отделить личные желания от любви? Сразу же человека отпустите. Потому что если есть чистая любовь, отпустить не проблема. Если есть личные желания, отпустить невозможно. И только удовлетворив ваше личное желание, можно отпустить человека. Далее. Как я понял, есть у вас еще и обида. Обида на вашего гражданского мужа. Мол, обещал, я надеялась, а он ничего не сделал. И обиды здесь имеют то же происхождение, о чем мы говорили чуть раньше. То есть, это вы как бы реализацию своих желаний передали другому человеку. Но это знаете как, если бы вы сказали бы мне купить продукты какие-то, дали бы мне денег и ожидали, что я куплю продуктов таких и так, как вы себе представили. Но я же куплю их по своему усмотрению. И куплю их так, как я сам привык это делать. И может быть вам не понравится фирма. Может быть вам не понравится мой выбор. Может быть что-то еще. И вы что, будете на меня обижаться? Нет. Если вы будете на меня обижаться, значит это излишняя идеализация. Излишняя идеализация того, что вы ждете от людей. Это не есть хорошо, к сожалению, для вас. Правильная позиция в том, что если вы хотите что-то для себя, то вы берете и делаете это сами для себя. Если вам человек обещает сделать это для вас хорошо, пусть сделает. Но, простите, вы надеетесь на себя. Дальше. В контексте обиды, можно говорить о том, что вы не понимаете причин поведения вашего гражданского мужа. То есть, ваш гражданский муж поступил так, и вы не понимая причины его поведения, на него обещаетесь. Потому что считаете, что он вас специально, например, обманывал или что-то еще. Я более чем уверен, что он специально вас не хотел обмануть. Я более чем уверен, что он действительно верит в то, что говорил, что обещал и так далее. Он действительно в это верит. Но проблема в том, что что-то помешало ему это реализовать. И вы вот этот момент, его субъективный момент не поняли. Потому что на первом месте стоит то, что вам не дадали. Вы думаете о себе. Мол, вы ждали и надеялись. И теперь вы эту надежду чувствуете неоправданной. Из-за этого возникает синдром неоконченного действия. Почему? Потому что вы сами не дали себе того, что вы нуждались. И отсюда нет понимания причин поведения мужчины. Нет понимания причин поведения мужчины. Есть обид. Обида всегда возникает из непонимания человеком, мотивов, обидчиков. Знаете, очень мало людей, вообще ничтожное количество людей, обижает других только ради того, чтобы обидеть. На самом деле, обижают ради того, чтобы обидеть только дети. Да и то, знаете ли, не всегда. Потому что, ну, дети, они могут обижать только если воспринимают модель поведения как проверка границ. То есть, они проверяют границы дозволенного. Хорошо. Если люди проверяют границу дозволенного, то что это значит? А значит это, что это для них средство. То есть, обида человека – это средство достижения каких-то своих целей. Это средство получения опыта. А когда человек уже более-менее взрослый, или когда человек находится в любой другой ситуации, мотив обижать всегда идет. Это почти никогда не бывает только ради развлечения. Это, ну, конечно, элемент развлечения всегда есть, но это личная потребность человека в этом. Потому что, ну, если я хочу развлечься, я иду и развлекаюсь. Развлечением не может быть негатив. И для тех, для кого негатив – это развлечение, обладают специфическими потребностями. У таких людей есть дефицит. Дефицит чего-то, что они пытаются восполнить через самоутверждение за счет других людей. И вот на это очень мало кто из людей обращается внимательно. Ну, потому что, как так, меня обидели. Меня обидели просто так, я не понимаю, за что меня обидели, ну, в общем, и так далее. Ага. Правда, в том, что обидели вас не за что. Неправильно задавать вопрос – за что. Важно спрашивать – почему? Почему человек хочет обидеть другого? Хочет ли он вообще его обижать? Может быть, то, что человек делает, он вообще-то и не считает обидным. Но посчитали вы. Итак, мы с вами выявили два основных момента, связанных с обидой. Первый момент – это понимание того, почему человек сделал. И второй – это разных взглядов на одно и то же. Что для одного человека обидно, для другого – нет. А почему же так? Почему для одного человека обидно то, что не обидно для другого? Вопрос дискуссионный. Ага. Ну так, дискуссионный, я бы сказал, что вопрос, по большому счету, обусловлен моралью. То есть, если кому-то что-то обидно, значит, либо человек в этом сомневается, либо он не до конца уверен, либо это для него очень важно, это что-то важное находится в процессе восстановления. То есть, это что-то незавершенное. И когда человека обижают, ага, когда человека бьют по этому, в это место, он начинает сомневаться в том, что будет завершение этого, и в результате чувствует обид. Надеюсь, механизм обиды я вам раскрыл. Чтобы переложить ее конкретно на вашу ситуацию, нужно больше информации о вашем муже, о гражданском муже. Всегда будет проще. В стакане вы можете сами, вы можете своими собственными силами использовать данное средство, данное понимание, для того, чтобы, ну, для того, чтобы лучше понять своего мужчину, возможно, лучше понять себя и избавиться от обиды. Чем быстрее вы избавитесь от обиды, тем быстрее вы отпустите вашего гражданского муже. Кстати говоря, если вы его реально отпустите, может быть, он начнет бояться вас потерять, и боясь вас потерять, он может начать, собственно говоря, реализовывать то, что обещал. То есть, вполне вероятно, что у него просто нет стимула для того, чтобы выполнять свои обещания, а зачем, если вы все терпите, например, и ждете и так. И вот это тоже к вам вопрос. Ну, вот, обещал вам мужчина. Видите, вы все обещания как-то слишком долго ждут. Ну и вопрос, а зачем вы ждали дольше? Зачем вы жертвовали собой? Зачем вы наступали на себя и так далее? Для этого тоже есть у вас какой-то мотив, для этого тоже есть какой-то стимул. Какой? Давайте подумаем. Может быть, это поможет вам еще быстрее отпустить вашего мужа. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Поехали! Поехали! Поехали!